Приветствую дорогие друзья, с вами Клинт8 и бой от подписчика под ником Тоха1234. Друзья, бой над которым можно интересно пообсуждать, посмотреть и оценить и сравнить с тем боем, который у меня когда-то был на танке, похожим на этот. Приятного просмотра. Это Т-62А, коллекционный танк 10 уровня советский СТ. И это дозорный на Прохоровке. Полетели смотреть. Есть что сказать, другие мои, есть что сказать. Три артиллерии, 10 уровни, ни одного ЛТ и здесь он насветил сумасшедшее количество на свете. Почему я сказал, что есть чем сравнить? Когда-то на Малиновке, на танке Т-54, 9 уровень советский СТ, я насветил чуть более 10 тысяч на света. Я упал в низинку, нижний респ, там где был зачастую, знаете, основной куст ЛТшек и там есть низиночка. Вот я проехал до Тунизиночки и от башни высветил весь вес. Союзники в то время накидали, просто взяли и накидали 10 тысяч урона. И это был прекраснейший бой. И вот давайте посмотрим этот бой. Ну я вижу, что круг обзора максимальный. То есть оптика походу стоит. Так, и доп. паёк стоит, что даёт дополнительный засвет. Сразу летит в куст светлячка и занимает эту позицию. Неинтересно. Окей-юшки. Ну и походу тут будет засвет. Что по раскатке? Тяжки на центре, 3 ПТшки на зелени. Что интересно, тяжей на зелени нет. Бабаха в свете, должна быть Ирина Церронтов сразу в засвете. Главное не шевелиться. Леопард пытается высветить. Пошёл отстрел. Пошла бабаха в разнос. Ох. Клубиштох целенаправленно сюда поехал и начал здесь засвечивать. Вот минус одна десяточка. Так, запоминаем этот кустик. Он очень крутой. Но только в случае того, если здесь не будет таких же гениальных СТшек, которые поедут на засвет. Светится ещё и ягушка. Ягушку сложнее будет пробить. Только прицел в НЛД. Что интересно, что вот этот куст на вершинке возле красной линии только спустя две минуты поехал занимать гриль. Кстати, да. Нет, ПТшки... Подожди, подожди. Да, ПТшка уже там половинчатая. Вон одна лазит. Походу пополучала. Тоже засветили её. Но тут отстрел 3000 на свете уже есть. Говорит Тоха, чтобы стреляли быстрее по этим ребятам. Пошёл прострел. Мы ускорим прокруточку. Леопарда тоже тыкают. 4000 на света. Неплохо. По раскатке что? Батчат там на снайперке зачем-то стоит. Вот на месте батчата, вот в этой ситуации, вот он. Можно катать по середине карты и давать засвет. Арта кричит, что красава, герой. Светит всё. Молодец. Действительно, вот 5000 на света было сделано уже благодаря тому, что Тоха занял эту позицию. Не стреляет, не шевелится и в кустике даёт хороший, прекрасный засвет. Просто замечательно. Маус пытается там ромбиком танковать. Туда ствол вверх-вниз. Башню повернул. Пробивает в щёчки его. Я вижу в правую щёчку. Ай! А его НЛД перекрывает 277-й. Который тоже вышел за свет. Вот, теперь прячется за маусом. И получает. 8000 на света. Прекрасно, прекрасно. Тоха не захотел тратить снаряды. Он просто решил, ай, я подсвечу все. Ай, все подохнут. И уже три танка выбили. Просто выбили. Прекрасно, прекрасно. Про Джетто, 65-й. И там что-то пытается кататься. И это было бы опасно для главного героя. Если бы он решил всё-таки зелень как-то переконтрить, пересветить. Ещё один момент. Нельзя в такой ситуации занимать верхние густы. Потому что, действительно, тот же Проджетто имеет хороший обзор. Он мог бы тоже пересвечивать. Так что, вот эти кусты самое то. Ну и поскольку нет ЛДшек, то тяжики спокойно себе пытаются подъехать. Что-то там подёргаться. Пострелять блайндами. А выстрел демаскирует танк конкретно. В разы демаскирует. И таким образом они светятся. 7-0. Принимает решение герой ехать уже в атаку. Или пересвечивать кого-то ещё. А впереди только Яга. Леопард. И тут он в засвете. И падает вниз. Топливный бак повреждён. БК вынесено. Ремонт. Снова обстрел. Ну это, конечно, такое себе решение. Ехать прямо на Проджеттика. Можно уже было бы ехать по кустам. Вот по правой стороне кустов. И прямо туда. К Леопарду. Но несмотря на это. Отстреливает Прагеттика. Его забирает кто? Ягушка. Не, не Ягушка. Прагета забирает. Ну а по результату было ещё уничтожено. Никого не было уничтожено. Добрали Прагета, арта. Не, вот этот врыв был, ну так, ну как бы никакой. Вот по правой стороне кустов. Просто по кустам проехать до финиша. До их засветить как раз Ягу 430 и Леопарда. И там уже можно окочуриться и остаться. Но именно туда, потому что 3 танка ещё можно было светить. Вот, прекрасное решение в начале боя стать на засвет. Прекрасное это было решение. При том, что в команде противника весьма скилловые игроки. Тот же Леопард, тот же Прагета, тот же А140. Весьма и весьма неплохие ребята были. Так что они могли как-то переконтрить. Они могли понять там. Те самые ПТшки могли сказать. Нас светят. Сделайте что-нибудь. СТ. А СТ, вот тот самый Праджета, никак не поехал, не пересветил. То есть, контрсвет не дал. Не заехал вот эту низиночку. Хотя мог бы. И очень даже хорошо там поиграть. Так что, молодец, красава. Большая часть. Большая часть. Собственно, результата победы именно у тебя. Ох, ты молодец. Что было бы, если бы не была занята вот эта позиция? Наверное, вот Игрыш от горы. Конечно, в любом бы случае правый фланг забрали бы. Однако, 3 ПТ не выстояли бы против Леопарда, который был на засвете. В центре Прагета, который контрит тяжей. И всей той массы танков, бабахи, гриля 268 Мауса и 277 Мауса, которые поехали бы на 3 ПТшки и 2 арты. То есть, зелень забрали бы противники. И даже если союзники начали бы брать базу, то зелень отстеливалась бы это на ура. Так как в центре Прагета это все контрит. Вот в итоге что получилось. Очень классные результаты. Давайте посмотрим по топовое место. Топ-1 по опыту. 1044 чистого опыта. И по засвету 11134. 3 выстрела, 3 пробития за бой. И обнаружено 6 машин противника. Друзья, мне кажется это интересный и классный бой. Это неожиданный. Да, Прохоровка, да, масса засвета. Но это засвет на СТ. Кто так на СТ играет? Так что, как я и говорю, для СТшек очень важный модуль это просветленная оптика. Особенно на высоких уровнях. Вот в такие моменты она прям очень роляет. Спасибо большое за просмотры. Поддержите Челика Шоколайчиком. Если вам понравилось. И пишите свои комментарии. Если у вас есть какие-то замечания, пожелания или же советы. Ну и присылайте свои классные реплеи на группу ВК в предложечку. Ссылка в описании будет. Или же на почту. Приятных боев, хорошего настроения и увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok